В Астану в эти дни съезжаются молодые звезды мирового искусства. Сегодня в столице стартовал 17-й международный фестиваль творческой молодежи Шабет. За кубок президента Казахстана и крупный денежный приз съехались побороться сотни участников из десятков стран. На открытии фестиваля уже работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией мой коллега Саби Байбусинов. Саби, добрый вечер. Расскажи, как все проходит и известно ли, по каким номинациям будет проходить творческая битва. Добрый вечер, Валерия, ты права. Организаторы в этом году обещают настоящую творческую битву танцоров, музыкантов, художников и других профессий творческих. В этом году международный фестиваль будет проходить по шести номинациям. Это такие номинации классическая музыка, изобразительное искусство, хореография, камерный хор, народная музыка и лучшие литературные произведения. Кстати, по последней номинации работы принимались до 20 октября. Произведения авторов можно было отправить на специальный интернет-ресурс. Называется он Адибет Портала. Отмечу, что фестиваль Шабыт в этом году проходит в 17-й раз и в нем могли принять участие молодые люди от 16 до 32 лет. И лучший из них по результатам нескольких конкурсных дней станет обладателем главного приза Кубка Президента Республики Казахстан. Далее следует гран-при, премии 1-й, 2-й, 3-й степени, различные именные и специальные дипломы. Сейчас рядом со мной стоит Нарима Мухаммбеталин, заместитель руководителя управления культуры города Астана. Она расскажет более детально о самом конкурсе. Здравствуйте, Нарима. Расскажите, пожалуйста, об условиях конкурса этого года. Кто в этом году занял судейские кресла и из каких стран приехали к нам участники? В этом году, да, действительно проходит 17-й фестиваль Шабыт. Условия конкурса совершенно стандартные, но необходимо отметить, что в этом году есть особенности этого конкурса. В частности, это введение дополнительных двух номинаций. Номинация «Камерный хор» и «Народные инструменты». И хотелось бы еще подчеркнуть, что народные инструменты включают, в частности, «Жеты Йен», «Сабазгаса», «Сарнай». И я думаю, что это будет очень интересно для наших слушателей. Касательно жюри, я могу сказать, что это жюри высочайшего класса, жюри международного уровня. И представлены они именами, которые довольно известны на территории Казахстана и за ее пределами. В частности, это Едиль Хусаинов, это Камиль Мулашев, это приглашенный из Венгрии руководитель симфонического оркестра Габар Халенрунг и ряд других известных специалистов. Относительно конкурсантов, действительно, в этом году было подано порядка 500 заявок. И большей частью заявки поступили из Узбекистана, Киргизии, Китая. И хотелось бы все-таки еще подчеркнуть, что из этих 500 заявок более 180 заявок было подано на номинацию «Изобразительное искусство», что очень-очень радует. Спасибо, Нарима, большое за ответы. А я напомню, рядом со мной только что была Нарима Мухамбитальна, заместитель руководителя управления культуры города Астана. Я добавлю, что международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт» будет проходить практически всю неделю до 8 ноября в Астане во Дворце мира и Согласия. Отмечу, и в конце недели состоится гала-концерт, где объявят имена триумфаторов этого года. И отмечу, что фестивали не будут ограничиваться только лишь конкурсными выступлениями. На протяжении всей недели будут организованы концерты с участием членов жюри, о которых нам рассказала Нарима. Также будут организовываться музыкально-развлекательные шоу «Круглые столы», где будут говорить о проблемах современного творчества. Ну и, пожалуй, самый главный подарок для участников международного фестиваля «Шабыт» – это мастер-классы от звезд мирового искусства. И у меня на этом все. Валерия, тебе слово. Спасибо, Саби.